Так, теперь следующее письмо. Так, еще шесть минут взял маленький перерыв. Отсчитываюсь по полученным косточками. Всех порос только один абрикос Амур. Посылка. Одна косточка имеется в виду. Посылка шла семь дней. Все положила влажный песок в холодильник. То есть она, получается, сама стабилизировала. То, что порос посадила в землю. Легкую с вермикулитами заглубляет уже холодильник. Фотоприклады. Нет, значит она от меня получила уже мокрая. Судя по тексту. Не мокрая, а слегка сырая. Так, фотоприклады. И дальше у меня перепутались фотографии. Я их отдельно собираю. Но нет у меня секретарей. Ну что сделать? Ничего не успеваю. Вот тут фотография от двух авторов. Вот видите. Вот это вот. Самое время садить. Вот я еще один из моих советов. Там он был и будет еще. Что же делать-то? Рано. Действительно рано. Но я говорю, рано в горшок и в холодильник. Не давайте расти. Не на подоконник. Подождите, пока будет на все температуры плюсовые. Но если потом вернется мороз, ну уж извините, ну что ты будешь делать? Ну нельзя все предугадать. А пока вот говорю, эта косика вполне получила, я считаю, доказательства, что живая. И высаживать не поздно. Вот этот восочек пойдет вверх. Корешок пойдет вниз. Вот. Вот это вот самая неудачная с фотографией. Ну давайте посмотреть. Эти на подходе, да? Знаете, почему они не взошли? Я уже сто раз говорил. А многие говорят. А можно ли в вашем маленьком кулечке так и долежать до высадки? Или нельзя? Вот давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и четыре, да? В общем, эти четыре, если обратно их, как-то, на дозарин, они поздние. То есть есть рано всходящие, вот они, есть поздно всходящие. Природа так устроила. Чтобы под катаблизы не попали все сразу. Одни погибнут, другие чуть позже простутся. Наоборот, те простулись погибнут, а эти отнижаться. Это природа. Вот. Если ее не калечить и не дурить, то все будет получаться. Итак, шесть и четыре. Вот этот, пожалуй, чуть не поздновато. Ну, шанс есть, у него еще росток появляется. Если не заглублять, он может прекрасно. Но надо умудриться посадить этот вниз, а росток, чтобы был над землей, иначе хана. Вот здесь только проявляется. А эти вообще, вот это считаю, самое время садить. Вот этот вот хоботочек. Вот этот самое время садить. Вот этот самое время. И вот этот не поздно. То есть даже сейчас еще ничего не потеряно. Серафим спит. Так. Сыновья манчжурцев спят. Ну, там боялись. Многие. Я боюсь, что упреку переросли, надо выбрасывать. Бывает. Ну, пока еще у нас апрель. Еще можно рисковать. Да и риска никакого нет. Все спит. Сливы. О, вы знаете, какие это косточки огромные. Вы знаете, какие плоды огромные. Вот тут повезло. Вот тут повезло. Тот, кто успел купить. Вот. Абрикос Амур. Интересно даты. Второго отправлен. Через неделю уже поселка открыта. Семь дней до города Кирова. Вот. Я стараюсь все этим самым себе ущерб. Где-то приходится доплачивать. Ну, я почтовикам говорю, ради бога, первым классом. Ну, они как-то хитро обладаются первым классом. А это значит авиа. Вот у меня были случаи с большой переплатой для меня. Курагинский район. Совсем рядом. В Абазу. Рядом. Нет, пишут первый класс и авиа. Ну, я на них не обижаюсь. Как-то с ними приходится дружить. Итак. Тиров, Абрикос Амур. Единственный. Нормально. Наоборот, его надо посадить на постоянное место. Так. Абрикос Артём. Ни один не пророс. Так. А вот это маленько есть. Вот. Это уже с другого письма. Только письма я не успел прилепить. Самое время садить. Как видите. Ой. Вот это тяжелейший вопрос. У меня вопрос по посеву косточек. Если найдется время, подскажите. По вашему опту принципиально садить сразу открытый грунт? Да, принципиально. Только рискованно. Так. Или возможный вариант посадки в теплице, в грунт. А потом опять пересаживать. Или контейнеры с пересадкой сковым земли после окончания заморозков. Или другой вариант гряда под укрытым материалом или пленкой. Можно и так, и так, и так. Вопрос, какой получите результат. Вы можете получить результат хороший в любом из этих вариантов, что вы пересислили. А можете некоторых, а можете наоборот. Вот. Почему сейчас объясню. Да, действительно минусовые температуры. У меня под бутылками, сами видели прививки, переносили даже морозы. Но все-таки зеленые росточки, это я вам скажу, опасно. Значит, если спят, ждем. Получили, распаковали, разглядели. Снова сырой песок, но побольше. Вот для этого уже надо миллилитров 200-300 хотя бы песка. А почему дальше будут тягивать влагу, а нехитрые, я еще не все сказал. Пока вот этот самый, татаропыг. Это еще много, 6 из 10. Это еще много. Вот. Остальным, бириментарной влаги не хватает. Могут взойти не потому, что они, не взойти, не потому, что они плохие, больные. Просто нет влаги. Они не смогли разорвать оболочку. А так, может быть, и все были бы. А упаковка все равно невозможна. Я же не могу высылать эти посылки десятки килограмм. Вы меня не поймете. Так. Ясно, да? Ну и, наконец, спящий опять песок-холодильник. Проклюнувшиеся в горшки в холодильник. А если уже по южнее районы, то прям высаживайте. Общие.